Какой костной пластики? А где у неё тот дефект, который нуждается в костной пластике? Что? Какой лоскас, какой вы сегмент? Нет у меня там никакого дефекта, у меня есть самография и я откидывала уже этот лоск, я оперировала этот участок. Это... Ну у меня есть атрофия костной ткани, но там не требуется никакая костная пластика. Потом, поверьте мне, в этом участке костная пластика прогностически очень и очень... Там мышцы такие, и там такие тяжимышечные... Это самый сложный фрагмент. Вот у неё от исходного увеличена толщина Диснейм порядка пяти миллиметров. То есть и ширина, и толщина у неё пять миллиметров здесь, а было у неё полтора. Да. Поэтому... У неё было мелкое преддверие, да? Ну как в Питере Чеботарёв пересаживал блок. Ну он сейчас тестировался. Да я всё знаю. Я это... Хотя девочки... Здесь просто анатомически очень плохие условия для костной пластики. Почему пациентам рекомендуется сохранять все эти зубы? Мы когда на третий день... У меня есть просто клинический случай, который именно по применению вот леопласта был сделан, когда пациентке было сказано, что удаляем четыре резца и всё, и никаких. Будем делать костную пластику, имплантацию. А она ко мне пришла как к последнему инстанции. Я сказала, что ни в коем случае. Никакой костной пластики здесь не получится. Я знаю, что оно такое, да. Подбородочный участок это очень сложная история. Но кольцевидные блоки это же Мусаев придумал вообще. Это его методика. Это не кто-то, это наше вообще запатентованное было всю жизнь. Почему теперь кто-то его немцам отдал? Я ничего вообще в этом не понимаю. Очень беспокоила, очень долго решалась на вмешательство. Ну, в общем, вот она решилась. Она приезжая, не из Петербурга. И она уговорила меня оперировать её хотя бы не сразу. Из нижней челюсти. Где? Ну, тут самое главное не то, какие глубокие глубины рецессии. Тут смысл. Там вообще и тяжи, и прикрепления. Здесь и предверия нет. То есть здесь очень много сочетанных патологий. Вот доступ, да, с вертикальным разрезом на нижней челюсти. С ротацией. Разрез проводится в данном случае, но это классический разрез, на самом деле парапардентальный, между резцом вторым и клоком. Подготовка пластического материала. Сейчас объясню, почему в боковые участки был поставлен пластический материал. Потому что трансплантат мы поставили в передний участок, фронтальный. Поскольку мы делали сразу всё, нам больше негде было ничего взять. Значит, вот эта уже часть ушита у неё в третьем сегменте. Теперь подготовлена. Проведена вестибулопластика, депитализация принимающего ложа, трансплантат, депитализация его, фиксация. Четвёртый сегмент. Обработка. Это снятие швов. Вот. Это через 14 дней. Центральный это свободный швов? Да. Да. Ну, только края были депитализированы, да, для того, чтобы правильно адаптировать. Это 4 месяца. Вот здесь у неё такая тонкая слизь, но вы видели, да, как бы в исходных. Вот. Смотрите. Это следы, вот это, от крестообразных прижимающих швов у неё остались. То есть, она настолько вот как хрустальная ваза Десна. Обычно от них ничего никогда в жизни не видно. Это вот их следы. А вот это следы, вот это, вот это, вот следы. А это, конечно, отвестибулопластики, это само собой. Вот её результаты. Они все записаны, зафиксированы, да, обработаны. Это хлоргексидин. Вот она никак не может его никак очистить. Это вот такое вот у нас, она так заполоскала вот этим хлоргексидином. Она купила себе, она боялась, она биолог. Она боялась, что то, что я ей назначила, недостаточно. И она ещё полоскала всё время вот этим хлоргексидином. Ну, чёрный. Это верхняя челюсть. Да, вот исходное значение. Тут порядка 6 мм. Рецессия на 23 зубе. Вот этот случай. Я для того, чтобы быть точной, измеряю не только глубину рецессии, когда регистрирую рецессию, но и расстояние от режущего края до края Дисней. Потому что это всегда, да, убирает все вопросы по поводу того, где находится новое положение Дисневого края. Всё то же самое. Здесь классическая у неё методика. Клык выбран центральным зубом. Разрезы. Лоскут. Это корень, да? Да, это корень. Мы сейчас будем его там закрывать. Это ЭДТА. Это твердые мозговые оболочки. Это трансплантат нёбный. Вот он. Ну, такой, неплохой. И вот депитализация полная. Вот смотрите теперь, да, клык и первый премоляр был закрыт аутотрансплантатом, потому что там, конечно, была самая глубокая рецессия и узура вот это вот в кости в области 24 зуба, конечно, её требовалось тоже перекрывать. Вот здесь установлен был трансплантат. В остальных всех участках был установлен твердомозговая оболочка перфорированная. Ну и, в общем, вот это финальная часть операции. Здесь я сейчас делю внимание, поскольку рецессия была на 21 и на 11 тоже очень высокая. Я отслоила всю уздечку и сняла напряжение тем, что немножко переместила в области 11 зуба десну вниз, чтобы убрать напряжение с лоскута в области 21 зуба. Там не было целью закрыть рецессию как раз таки, там именно была целью зафиксировать лоскут в подобном положении. И при том, что у неё такая тонкая слизистая, мы опять всё равно, видите, наложили крестообразные швы прижимающие. Именно здесь они не прижимают трансплантат, не лоскут, они убирают негативное влияние мемнических мышц. Она такая ещё очень активная. Это вот результат теперь на нижней челюсти спустя 7 месяцев. Это вот она уже приехала на последнюю операцию. Это вот уже то, что внизу у неё на сегодняшний день. И видите, какая у неё динамика. Вроде бы 4 месяца оставалось много ещё, да, высоты, глубина рецессии ещё оставалась. А сейчас лоскут начинает как будто расти вверх. То есть он регенераторный, да, такой потенциал. Посмотрите, на 46 зубе вообще она закрылась. Вот прошло 3 месяца, эта рецессия закрылась. То есть создание прикреплённой десны, даже если у вас нет полной процента закрытия корня, всё равно даёт потенциал регенеративный для роста. pipe Side Canadower Подписывайтесь на мой канал.